Джей Ли дополнила линейку своих моделей большим кроссовером. Модель Хао Ю по формату напоминает Тойоту Хайлендер и в фирменной иерархии встанет на ступеньку выше Атласа. Благодаря флагманскому статусу топовые исполнения новинки получат матричную оптику, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и панорамную крышу со сдвижной секцией. Список моторов пока состоит из одной позиции. Это турбо-четверка 1.8, с которой состыкован семиступенчатый преселектив. Этот же двигатель, среди прочего, ставится на модель Атлас. Привод только передний, а трансмиссия 4х4 пока под вопросом. Также неизвестна судьба полуторалитровой модификации, которую анонсировали задолго до публичной премьеры машины. На домашний рынок Джей Ли Хао Ю должен выйти буквально через месяц, но цены до сих пор остаются секретом. Известно лишь, базовые вариации будут пятиместными, а за третий ряд сидений придется доплачивать. Марка Бао Цзюнь – детище концернов General Motors и CAIC. Кроссоверы этой марки очень успешны на родном китайском рынке, а теперь бренд решил закрепиться и в классе традиционных легковушек. Для этого Бао Цзюнь выведет лифтбэк гольф-класса, который по формату напоминает Skoda Octavia уходящего поколения. Новинка базируется на свежей модульной платформе, но никакими техническими откровениями не выделяется. Спереди присутствуют стойки MacPherson, а сзади полузависимая балка. Зато новая архитектура поддерживает современные электронные системы. Под капотом установлен полуторалитровый мотор, у которого есть атмосферная и турбированная версии. На выбор для обеих доступна механика или вариатор. Цена пока не объявлена, так как старт продаж запланирован только на второе полугодие. Но китайские СМИ уверяют, что базовый вариант будет стоить около 10 тысяч долларов, то есть как Lada Vesta в средней комплектации в России. Китайская компания BYD впервые предложит свои легковые автомобили европейцам. Речь идет об электрическом кроссовере BYD Tank, продажи которого вскоре стартуют в Норвегии. Электроверсия паркетника была представлена больше года назад. Сейчас китайцам предстоит пройти процедуру европейской сертификации, а также сформировать прайс-лист. Вслед за Норвегией продажи должны начаться и в других странах Европы.